Ну что, дорогие, нравится жить по-новому? А что нам обещали? Обещали европейские зарплаты, европейский уровень лечения, европейские пенсии. А что мы получили? Европейские тарифы, европейские цены. А доходы какие у нас? В три раза стали меньше, а цены поднялись в 8-15 раз. Цены на коммунальные тарифы подняли в 15 раз. И на этом фоне проводят пенсионную и так называемую медицинскую реформу. Скажите мне, 1 марта, хоть кому-то из вас, так как это было за последние 15 лет, пенсии пересчитали? Как они вам говорили, пришло благо пенсионная реформа. И мы предупреждали. Вадим и я говорили, придет 1 января, люди пойдут на пенсию и увидят, что у них на треть пенсия стала меньше. А 1 марта никто никому не пересчитает. Это был обман. Это был обман вот этого правительства. Но у нас сегодня цель сказать правительству Игройсману Владимиру, что у него есть шанс хоть чуть-чуть исправить свое отношение к нему людей. И этот шанс, если он отправит украинскую доктора Менгеля, или как ее называли, как называют ее, доктора Смерк, в отставку, потому что, к сожалению, ни Вадим Зинович, ни я по Конституции этого сделать не можем. Здесь ее защищают. Здесь ее страховка на убийство наших граждан. Мы должны понимать, что этой женщине наплевать на вас. Почему? Да потому что она соберет свой чемодан в Борисполь и улетит отсюда вот именно к той матери. А мы остаемся здесь. Потому что мы кто? Мы украинцы! А она, она просто доктор, которая приехала для того, чтобы, я извиняюсь здесь, напаршивить, чтоб не сказать по-другому, и уехать. При сегодняшних доходах скажите, кто-то из вас в состоянии оплатить тысячу долларов страховки? Кто-то может это сделать? Поэтому давайте скажем так, чтоб все поняли и хорошо нас услышали. Они понимают два слова «гоньба» и «гедь». Давайте сейчас скажем «Уряду гоньба!» «Уряду!» «Гоньба!» «imesего сын» «богоньба» «гоньба»